МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недельная глава. С участием Рава Лайдману. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня недельная глава Шмини. С нами Рав Лайдман. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Ури Шабта и Гелат Шадмон. Глава Шмини продолжает предыдущую главу. Очень волнующая, интересная глава. Краткое содержание главы. Из самого начала главы Шмини говорится, что было на восьмой день Шмини, после семи дней посвящения, в день начала служения в Шмини. Моше призывает Аарон и его сыновей, и те совершают особые жертвоприношения. Моше и Аарон выходят благословить народ, и величие Творца является перед всем народом Исраиля. Сыновья Аарона, надав Иавил, воскуряют перед Творцом чуждый огонь. В ответ на это выходит огонь от Творца и испепеляет их. Аарон и его оставшиеся сыновья получают особые указания от Моше. Братья ваши, весь дом Исраиля пусть оплакивают сожженных, но им самим запрещено пребывать в скорби. Дальше еще одно непонимание между Моше, Аароном и его сыновьями по поводу еды от греха очистительной жертвы вместе с святостью. Затем перечисляются законы о запрещенной пище, описываются животные, звери, птицы и рыбы, запрещенные птичь, и приводится описание законов чистоты и скверны перед Творцом Моше. Раф Лайтман, масса законов, и здесь события даже трагические. Как все это воспринимать? Прежде всего, в конце главы говорится обо всей главе, что мы должны, прежде всего, выяснить те желания из всех 613 наших желаний, в каком форме мы должны их исправить, поскольку, в общем, это создал злое начало в человеке и создал Тору при праву, чтобы исправить это злое начало и эгоизм человека, который думает только о себе, и невозможно с помощью какой-либо силы в мире произвести действие по отдаче, то, что сказано «возлюби ближнего, а как себя», кроме как с помощью Торы. Если мы изучаем внутреннюю суть Торы, это наука Каббала, это наука о свете, и в нем находится свет, возвращающий к источнику, это называется учение о свете. И если мы правильно изучаем его, то мы изучаем о свете, возвращающем к источнику, и тогда все наши желания, которые называются злым началом, и они в эгоистическом виде находятся в нас с самого начала, как сказано, злое начало в человеке, с рождения у него. И это мы можем сделать с помощью того, что мы желаем отдавать ближнего, желание отдавать и любить. И если мы приходим к отдаче, мы приходим к уподоблению Творцу и становимся как Он, приходим к слиянию с Ним, и это является целью создания человека, чтобы Он стал как Творец. Теперь для того, чтобы исправить наше желание, наше злое начало, существует определенный порядок. Порядок действий простой, от простого к сложному, как маленький ребенок, юноша, а затем взрослый человек, как они растут, не берут вещи к исполнению, более большие, более сложные. И так мы при исправлении нашей природы. Поэтому Тора называется Ура-учением. Мы вызываем благодаря этому учению свет, и он каждый раз выясняет нам желание, которым пришло время исправиться. А часть еще нет. И так мы продвигаемся. Это понятие подъема по ступеням лестницы, нашей духовной лестницы, до конца исправления. И здесь мы выясняем, на этом этапе, который называется глава Шмени, мы выясняем, что такое Шмени, восьмой день, то есть какие желания, в каком виде мы способны исправить, а какие нет. Потому что есть такие желания в нас, которые невозможно исправить, что и называется каменное сердце. Это такие большие желания, которые являются основой нашей природы, и мы даже не можем просить, чтобы эта основа была исправлена. Но благодаря тому, что мы исправляем то, что возложено на нас, и сожалеем о том, что мы не способны исправить наше каменное сердце, когда нам становится с каждым разом все понятнее в развлечении. Это можно исправить, это нельзя, это выше твоих сил. И благодаря тому, что мы исправляем то, что возложено на нас, и оставляем то, что невозможно исправить, сожалею об этом, мы тем самым исправляем и вторую часть, то есть делаем все, что возможно по отношению к нам. И поэтому мы выясняем все эти законы святости, очищения, что является пригодным в пищу, что нет, на неживом растительном, животном уровне, что относится к человеку. Все эти законы называются законы кошерности. Что такое кошрут кошерность? Кошерность — это готовность к отдаче. Что такое человек кошерный? Готовый. Когда он исправил себя во всех желаниях или на какой-то определенной ступени к отдаче, к любви к ближнему, он называется кошерным. И желание в нас есть на уровне неживом, растительном, животном, животном, и величина желания, насколько это желание смешано с разумом, чувством, с пониманием, со связью между людьми, с подъемом на высший уровень. В соответствии с этим мы исправляем их. Поэтому законы кошерности выясняют, каким образом осветить, то есть привести к исправлению ради отдачи каждой из желаний для того, чтобы воспользоваться ими. Воспользоваться — это значит съесть его. Таким образом, как рассказывает нам Тора на примерах этого мира. Но, конечно же, говорится только об исправлении самого человека. И для того, чтобы выяснить все эти вещи, нам необходимо сначала сбиться с пути. Потому что, как ребенок, пока он не ошибется, пока он не сломает что-то, и не поймет, как это исправить, может быть, можно исправить, может быть, нельзя уже, пока он не проделывает все эти действия, которые исходят из самой основы строения этой игрушки, скажем, как это сделано, как это колесо работает, как часть пластика, как часть дерева, пока он не разберется это, пока не начинает понимать, для чего это все сделано, каково их предназначение, он не может ошибиться в этом. То есть мы должны опуститься до самых основ творения. Основы творения это когда мы приходим к нашему основному эгоистическому желанию. И на самом деле, поэтому невозможно, как сказано, нет праведника на земле, который бы поступил хорошо, не пригрешив. Необходимо пройти все грехи и во всех грехах исправить их, то есть познать все зло в нас, как сказано Творцом, создал я злое начало, но я должен раскрыть его. И когда я раскрываю, я раскрываю его в себе. И тогда я называюсь грешником. Я называюсь преступником буквально. И тогда я вижу, что это зло, что это на самом деле преступление. И я сожалею. Сожалею тоже не о том, что это находится во мне. Находится во мне, потому что я так с самого начала создан. Но я сожалею о том, что это не находится в виде отдачи, а в получении для себя и так далее, и тогда я требую силы исправления. Когда я получаю свыше свет, возвращающий к источнику, и тогда перехожу от эгоистического использования каждого желания ради себя на ради ближнего. И таким образом мы исправляемся. И общее раскрытие злого начала, мы изучаем, что это произошло с помощью разбиения Келим в высших мирах. Это наш корень, и от него уже создан этот мир, в котором мы находимся. Но мы изучаем высшие корни, высшие системы, которые уготованы. А здесь у нас мы тоже должны раскрыть это. И это произошло в наших корнях, в основах народа, в действиях, то, что здесь описано, на Дава и Авию. И они должны были пройти это. И сделали, по сути дела, великую вещь. Как и все, что нам кажется в Торе, вроде бы, каким-то нарушением, жертвоприношение, это вещи, в которых мы раскрываем ту же основу создания злого. Но сначала исправляем его. И получается так, что, надав и Авию, они желали, по сути дела, прийти к окончательному исправлению сразу же. А когда ты производишь такое действие, когда ты производишь такое действие, то получается, что ты раскрываешь желание получения ради получения, злое начало, нечистую силу, клепу, неважно, как мы это назовем, ты раскрываешь это в самом большом, ужасном виде, истинном. И это то, что они сделали. И поэтому вызвали на себя такой большой свет, которому не могли противостоять, получить ради отдачи. Но получили его ради получения, и поэтому умерли. В самом человеке, когда мы идем по пути наших ступеней, мы делаем то же самое. И есть в нас такие силы, которые называются надав и Авию, кроме Арон, Амаше и так далее. Человек — это малый мир, и все, о чем рассказывает Тора, есть в каждом из нас. И мы поэтому производим это нарушение и исправляем за тем. И тогда мы видим, что такое истинное злое начало, каменное сердце, которого нельзя касаться. А в остальном, как мы можем исправить, в каком порядке мы можем исправить остальные желания. И поэтому, как результат всех этих выяснений, которые мы тогда производим, мы приходим к законам кошерности, о которых указывается в конце главы, как мы можем исправить все эти вещи, в каком виде можем сделать воскурение, то есть желания, которые правильно перемешаны между собой, где находится сила получения отдачи в нас, так, чтобы они справились друг с другом. И в этом глава Шмени называется, потому что Малхот, наша основа, это восьмая сфера, хэсэд гэрат фэрэд нэсэхот и сот Малхот, и тогда мы должны знать, каким образом мы исправляем ее. И поэтому во имя основного исправления, чтобы разделить части Малхот, которые возможно исправить, и те, которые невозможно, в каком виде это исправляется в нас, и как вызвать те силы, которые исправят ее, это мы должны по сути дела выяснить на протяжении нашего духовного пути в исправление, которое называется Шмени. Замечательно. Вот эти выяснения мы продолжим на этапе вопросов и ответов. Вопросы и ответы. Глава начинается с того, что описывается семь дней наполнения и потом посвящения и потом восьмой день. Что много раз повторяется семь дней и еще что-то особое. Смени Ацер это восьмой день. И даже шесть дней создания, а затем седьмой день это суббота, шесть дней это и это семь дней называется днями, то есть ступенями, с помощью которых мы можем исправить наши желания, а седьмая это Малхут, которая исправляется сама, благодаря тому, что мы это сделали на шести ступенях, сама Малхут исправляется. Что значит сама? Когда мы вызвали все эти света, все эти исправления, они уже происходят в седьмой день. То есть суббота это не день отдыха, как нам это кажется. Просто невозможно уже выяснить больше, невозможно все эти вещи выстроить. Тот, кто не прикладывал усилия в канун субботы, что он будет есть в субботу. То есть то, что мы выясняем в шесть дней, это входит в Малхут и исправляется в Малхут в нашей основе, в нашей материи, в наших желаниях. И это шесть и седьмая. Сейчас если мы говорим о получении свойства Аарона, свойства Бины, то, как сказано одни сыновья Бины, это восемь дней, то есть они вызывают силу из Бины, которые исправляют и это происходит у нас на восьмой день. И высшая система, которая называется Зайрампин или Кадошбарху, Творец, это система, которая исправляет нас, исправляет Малхут и Малхут облачается, то есть связывается с этой высшей системой. Наша душа связывается с Творцом, иными словами, душа называется собранием Исраэля, когда она собирает все души, которые желают исправиться, и в таком виде мы приходим к восьмому дню. Но здесь нужно остерегаться, еще раз, как мы уже сказали, что здесь может быть состояние как с надавом и авил. В любом случае нет выбора. Мы наверняка совершим ошибки и исправим. нет праведника, который бы не пригрешил придя к добру, но говорится о том, насколько есть еще выяснение в пути, и что да, мы должны знать об этом, что мы после того, что случилось с нашими праотцами, после того, что произошло в корнях, сегодня, все исправления, которые мы производим после всех изгнаний и приходим после всех изгнаний к раскрытию, мы уже знаем, в каком виде мы должны продолжать идти, кроме того, есть у нас очень четкие указания в науке Каббала, что даже если мы входим в такие трудные выяснения, говорится, со стороны внутреннего исправления человека, которое он быстро проходит и продолжает дальше. На уровне воспитания, когда вы упоминаете Надава и Авил, мы, например, хотим, чтобы наши дети никогда не ошибались, а вы говорите, человек обязательно ошибается. Нет, ты вводишь их в ошибки, все время, ты даже не знаешь об этом? Не только дети, пока я закончил университет, еще этапы после этого учебы, когда я защищал докторат и так далее, вся учеба это, по сути дела, решение проблем. Ты подаешь им проблемы. То есть они должны подать? Подожди, подожди, как нет? Вся проблема в том, что они должны играть и решать проблемы, чтобы исправляли что-то, создавали что-то, собирали, и упражнения все время по математике, физике, химии, почему только нет, и ты все время им добавляешь проблемы. То есть чем они взросли, мы видим даже взрослые дети, все время мы заботимся, чтобы они не ошиблись, а здесь надав и авиу их испепелили, то есть мы боимся, чтобы дети не выполнили... Нет, они не знают делать или не делать и как делать, поэтому человек должен ошибиться, он должен раскрыть разбиение, несостоятельно своей природы, иначе он не сможет исправить ее, и зачем дана Тора тот свет, который светит. Тебе и выясняются эти вещи, и есть свет для выяснения келима, для исправления келима. Келима — это наше желание, поэтому, если мы умеем правильно этим пользоваться, мы проходим эти вещи быстро, с радостью как раз, потому что каждый раз, когда я раскрываю какую-то неисправность в себе, я рад, что я могу сейчас исправить ее и продолжать и с помощью нее раскрыть еще часть духовного мира, еще часть вечности, совершенства. Это радует. То есть на уровне воспитания мы говорим, что дети, если ошибаются и исправляются, мы должны это воспринимать спокойно. Да, есть такие обычаи, такие даже по отношению к дню искупления. Есть те, которые радуются в день искупления, есть те, которые скорбят. Они не знают просто, в чем здесь дело. Есть и от того, и от другого немножко, но в любом раскрытии зла уже должна присутствовать и радость, поскольку есть средства, как исправить это, и невозможно раскрыть, исправить зло без его раскрытия. Если мы говорим о воспитании, вот здесь говорится о различии законов чистоты и нечистоты. Мы говорили, в дни храма каждый шестилетний ребенок знал законы чистоты и нечистоты досконально. Что дети это не дети. Мы должны сказать, что это на самом деле так, даже в соответствии с возрастом это так, поскольку таково было воспитание, но люди, которые выросли, в понимании и осознании в ощущении высшей силы и уже получили воспитание с самого начала, которое ведет их к отдаче, к раскрытию мировоззрения, когда они видят кроме этого мира через пять органов чувств, телесных, по сути дела, на животном уровне, они развили в себе им, помогли развить в себе шестое чувство, которое называется душой. И тогда в нем, в этом чувстве, они почувствовали высшую силу. И поэтому они знали благодаря этому чувству, что такое зло и что такое добро. Они были как ангелы, знавшие добро и зло. поскольку у них было такое окружение, которое воспитывало детей для прохождения этих исправлений, поэтому ребенок, когда рос, и его эгоизм рос, и желание получать росло, он получал воспитание. Что такое воспитание? Система исправления от окружения, объяснение, поддержка, что насколько выросли в нем желания, как и с нашими детьми, и мы видим, что в них все время растут желания. Он знал, как ими пользоваться ради отдачи, чтобы использовать на отдачу и любовь. Вы думаете, и сегодня можно это сделать? Я уверен, что это произойдет, я уверен. Природа обяжет нас к этому. Конечно же, мы придем к состоянию, когда мы должны будем установить такое воспитание по всему миру, не только для нашего народа. Мы должны стать светом для народов, то есть передать эту методику, поскольку мой дом назовется дом молитвы для всех народов, поскольку все станут единым сплочением, и сейчас это последнее изгнание и полное избавление, которое должно произойти после него. Это называется, что мы должны преподнести это воспитание прежде всего народу Израиля, от народа Израиля, затем и всему миру. И, конечно же, это произойдет, и я думаю, что мы находимся в преддверии этого. И весь кризис, который мы переживаем сегодня, в основном, это кризис в воспитании, в ломке семьи, и во всей этой беспомощности, это для того, чтобы мы открыли глаза, что нам необходимо здесь произвести огромные изменения. То есть, когда я хочу решение самого высокого уровня, я должен вот так действовать? Да, но решение есть, оно простое. Когда есть перед тобой такое хорошее и легкое средство, с помощью которого ты приходишь ко всему благу, и в особенности с нашими детьми, а иначе какой мир ты им оставишь? Мы знаем, что второе время или период это какие-то действия. Что значит день начала служения в Скинии? Когда после того, что ты выяснил, все свои килим в разуме и в сердце, в желаниях, в мыслях, в намерениях, после этого ты можешь работать с этими желаниями, килим, во всю их мощь, это называется открытием Скинии, когда ты начинаешь приносить жертвы. Жертвы это означает, что все свои желания ты можешь преобразовать ради получения, когда они находятся в эгоистическом виде, как злое начало в форму отдачи любви, что является исправлением. И тогда благодаря тому, что ты производишь еще исправление, еще исправление, еще со своим желанием, исправляя себя на отдачу и любовь, ты тем самым приближаешься к Творцу, поэтому называется курбан, коров, близкий, жертва. И это является основной работой человека. Что же такое день этот? Когда ты подготовил все желания, теперь ты можешь начать работать. То здесь противоположность ночи, когда мы имеем свет. Конечно же и день, ночь, потому что в твоем свете мы увидим свет. Но дело в том, что ты, по сути дела, исправил себя в желании отдачи, отдача ради отдачи, это уровень аэрона, а сейчас ты собираешься исправлять эти желания в отдаче, в действии во всех своих желаниях, что не для получения, ты приходишь к тому, что ты хочешь во всех своих желаниях только получать для себя, а сейчас ты нейтрализуешь и приводишь их к нейтральному такому состоянию, когда я не желаю ими пользоваться ради себя, потому что я тем самым разрушаю все и сжигаю свою душу, и тебе ясно теперь, что происходит? Это линия, точка, к которой ты подготовил себя, это скиния, а отсюда и далее ты начинаешь исправлять их ради отдачи. Это работа по жертвоприношениям. Но мы это продолжим на следующем этапе, этапе терминов. Термины и понятия. Первое наше понятие Раф Лайтман освящение скинии. Освящение скинии, когда мы приходим к состоянию, когда отсюда и далее мы можем начинать приносить жертвы, то есть исправлять наши желания в действии, когда в каждом из наших желаний, которое мы уподобляем отдачу, любви к ближнему Творцу, в нем мы становимся как Творец, и тогда мы понимаем все совершенство Творения, вечность Его, и мы сами становимся как и создающий Его. Вернитесь, сыновья Исраиля, до Творца Своего. К этому мы должны прийти, и поэтому эти вещи настолько радуют нас. То есть не случайно, здесь у меня есть вопрос раскрытия Творца, и нас и так освещается Скини и раскрывается Творец. Что это значит? Поскольку, если ты начинаешь работать в этом, ты раскрываешь его в соответствии законоподобия свойств, что если ты производишь те же 200, что и Творец, он облачается в тебя, ты начинаешь чувствовать вследствие тех действий, которые ты производишь, его состояние, его место, это его положение. Человек, который производит те же действия подачи любви в исправлении своего злого начала, он становится как Творец, поэтому называется Адам, человек подобный. Надав и Авил воскурили чуждый огонь. Чуждый огонь это вызвали свет, который приходит к желанию получать ради получения. Они не знали, как сделать. Невозможно, мы уже говорили об этом. Они не могли произвести расчет, они хотели это сделать и ради отдачи, они хотели на самом деле светиться еще больше, то есть произвести еще больше исправления в том, в чем можно было это сделать, но не смогли. Но вследствие того греха, вроде бы греха, поскольку они изначально об этом не знали, грех это, когда думают, что грехом называется, если я знаю изначально, что это грех, и я иду на это. Таких грехов нет. Все наши грехи на духовном пути, это когда мы не знаем и входим в те вещи, которые вдруг оказываются эгоистическими, и тогда мы раскрываем, что это именно так, и в следующий раз мы уже не повторяем их. Это не как в лихопадении Адама решено, как сказано, «съел и буду есть дальше». Это на самом деле грех. Менее чем минута на завершение кратенький отрывок из Зоор, а потом итог. В этом отрывке Зоор говорит так, «В этот день наполнилась радостью Кнесет Исраэль, Малхут, соединившись связью веры во всех священных видах связи, во всех сферодзе Рампена, ибо воскурение связывает все в единое целое, и поэтому называется кторэк, смесь, надав Иавиу, взяв смесь благовоний, перемешали их вместе с ситра Ахра, а Малхут оставили снаружи, не связав ее со сверодзе Рампена, присоединив вместо Малхут ситра Ахра». То есть хотели произвести эту смесь, смешав все желания вместе с получением света, без того, чтобы произвести заранее работу по выяснению, можно ли исправить все желания и произвести в них действие